Всем привет! На показе Google Stadia анонсировали третью Baldur's Gate от Larian. И сначала информации было минимум, просто показали атмосферный ролик без геймплея. И многие решили, что игра это эксклюзив для Stadia. И очень сильно расстроились. Но это не так. Третьи врата выйдут одновременно на Stadia и на ПК. В GOG и в Steam. Дата релиза пока неизвестна. И уже после презентации Google начала всплывать дополнительная информация об игре. Слен Винки, глава Larian, дал несколько интервью. В частности, и GameSpot и US Gamer. Собственно, я сейчас все для вас суммирую, а заодно расскажу несколько историй, которые связаны с Baldur's Gate 3. Поехали! Базовая вводная. Игра основана на пятой редакции D&D. Действие игры развернется спустя примерно 100 лет после сюжета первых двух частей. Разработкой в общей сложности занимается около 300 человек. 200 из Larian и 100 на аутсорсе. И в целом это незапредельно, конечно, много, но и немало. Работы стартовали еще в 2017 году, до выхода Original Sin 2. Главная идейная особенность игры — это возможность выбора, как говорят разработчики. Но в целом это очень общие слова, они требуют расшифровки, а вот расшифровки как раз пока и нет. Прямой связи с сюжетом BG-1 и 2 не будет, но какие-то отсылки и локации из первых двух частей в Baldur's Gate 3 таки появятся. Еще прозвучало, что наработки по BG-3, которые когда-то делались в Black Isle, использованы не будут. И вот тут важно рассказать сопутствующую историю. Что вот это за такая BG-3 от Black Isle? Напомню, что первую BG делали BioWare, а вторую часть они разрабатывали уже совместно с Black Isle, авторами первых двух Fallout'ов, Planescape Torment и Aswin Dale. Движок Infinity, на котором делались первые две части BG, на тот момент уже устарел, и игру планировали делать на Авроре. Это, если что, трехмерный движок от BioWare, на котором делалась Neverwinter Nights. Из интересного. Именно Аврору когда-то купила CD Projekt Red для первого Ведьмака. В итоге они перелопатили практически весь код, но можно сказать, что вот первый Ведьмак отчасти сделан на движке, на котором должны были делать третью Baldur's Gate. Но возвращаясь к самой игре. Над вот той самой первой Baldur's Gate 3 работали на протяжении полутора лет. А дальше, я думаю, вы помните. Интерплей вошла в финансовое пике, Black Isle распустили, Baldur's Gate 3 от них мы в итоге так и не увидели. Но у этой истории есть продолжение. В районе 2003 года между Интерплей и Snowblind Studios было разбирательство по поводу игрового движка Dark Alliance. Там было много всяких пертурбаций, но главное для нас сейчас то, что по решению суда права на игры по Baldur's Gate перешли к Atari. Выходцы из Black Isle, как вы помните, создали компанию Obsidian, которая долго делала игры по чужим лицензиям. И в частности они делали Neverwinter 2 вместе с Atari. И как раз в этот момент они начали плотно обсуждать с ними возможность создания продолжения Baldur's Gate. То есть опять Baldur's Gate 3. Они хотели сделать полноценную трехмерную RPG с видом от третьего лица. И в качестве референсов, на что это вообще в целом должно быть похоже, то ли Крис Авеллан, то ли Фергус Хурхарт, вот сейчас точно я уже не вспомню. Так вот кто-то из них говорил, что это все должно было быть похоже на Mass Effect. На первое, естественно. И они вроде бы даже начали какие-то работы, но в очередной раз случился Ахтун. Бандайнамка купила Atari Europe, у которой как раз были права на Baldur's Gate. И проект пришлось свернуть. То есть вот по сути нынешняя Baldur's Gate 3 от Larian это уже третья-третья Baldur's Gate. Ну или если хотите, третья Baldur's Gate 3. Что еще известно про БГ-3? Сюжет во многом будет посвящен Элитидам. Вот тот вот самый персонаж из трейлера с головой Ктулху, это Элитид. А Элитиды это раса из Фаготн Реалмс. Они телепаты, гермафродиты. В цикле размножения есть стадия личинки. И в общем это очень забавные ребята. И на Ктулху они не просто так похожи, потому что создавались они именно под впечатлением от произведения Лавкрафта. Обитают Элитиды в подземье. Ну в подземельях таких глобальных. А в игре будет обыграна история, по которой Элитиды вылезают из подземелий. И пытаются заново основать империю на континенте Фейрун. Ну или Фейрун, если хотите. В ролике нам показали город Врата Баудура. Если вдруг не помните, это крупнейший город на побережье мечей. А рыцарь в кадре из отряда наемникам Флеминг Фист. Пламенный кулак. Это самый крупный и влиятельный отряд наемников во всем Фейруне. Штаб-квартира Пламенного кулака как раз Врата Баудура. Они патрулируют окрестности города и бедную его часть. В ролике мы видим вторжение Элитидов во Врата Баудура. А то, что происходит с рыцарем, это способ размножения Элитидов. Но насколько я понимаю, то, что показано, немножечко отличается от стандартного их способа размножения. Вот если есть специалисты по Фаготенрианс, поправляйте. В процессе размножения Элитиды спариваются. И поскольку они гермафродиты, они друг друга взаимоплодотворяют. Или, возможно, самоплодотворение. После этого оплодотворенный Элитид мечет икру. И происходит это всего два раза в его жизни. Из икры вылупляются головастики, которые ведут очень мощную борьбу за существование. И длится это долго, несколько лет. Головастики созревают, и самым сильным, ну, собственно, выжившим, взрослые Элитиды подбирают подходящее тело. Лучше всего подходят именно люди. Но, возможно, слияние и с другими расами. Так вот, когда Элитид созрела, ее подсаживают в мозг к носителю. Там она плотно с ним срастается. И через некоторое время из жертвы получается полноценный Элитид. Сам процесс называется цероморфоз. Иногда его еще пишут как цереброморфоз. Но то, что мы видим в ролике, происходит намного быстрее стандартного процесса. И Свен Винкин называет это ускоренным цероморфозом. Если что, по звучанию цероморфоз созвучен с биологическим термином ароморфоз. Это изменение состояния организма, которое приводит к общему повышению уровня организации. Например, появление перьев, крыльев и способности летать у птиц — это как раз ароморфоз. И можно провести аналогию применительно к Элитидам. Видимо, иные формы жизни они воспринимают как низшие. И поэтому превращение их в Элитидов — это цероморфоз. Кстати, иногда превращение может пойти не так, как надо. И вот внешность носителя изменится, но разум останется прежним. Что еще важно знать? Показанный ролик — это не начало игры. Фигуры в воздухе, которые появляются в последних кадрах, — это тоже Элитиды. А вот огромное существо с щупальцами — это наутилоид. Винки говорит, что это такая древняя штука, которую Элитиды использовали во времена могущества их империи. Но в целом это просто их биокорабль. И не надо путать его с центральным мозгом, как вот некоторые написали. Потому что центральный мозг — это, по сути, матка Элитид, которая после гибели каждой отдельной особи агрегирует себе их память и в целом управляет популяцией одного гнезда. Что еще стало известно про игру? Она создается на том же движке, что и Original Sin, но его сильно прокачали. Вот, со слов разработчиков, скачок графики будет примерно такой же, как между первой и второй частью Original Sin. В игре будет похожий кооператив. На вопрос, почему главными героями были выбраны Элитиды, авторы ответили, что, во-первых, они крутые, а, во-вторых, у них очень понятная и прозрачная мотивация. И это позволяет писать простую, но очень глубокую историю. И, кстати, открытого мира не будет. Еще было сказано, что это самая масштабная игра Larian, и что делать ее так же, как делались первые две части, нельзя. Надо делать иначе, а как именно, опять же, не сказали. Плюс на все вопросы, как будут происходить бои пошагово или в риалтайме с возможностью поставить на паузу, тоже ничего не ответили. Ну и еще сказали, что хотели создавать BG3 еще когда начали работу над первой Original Sin, но Wizards of Ecos посчитали их на тот момент слишком неопытными. Такие дела. Baldur's Gate — это легендарнейшая серия, и напортачить с третьей частью, ну вот, просто нельзя. Так что делитесь своими впечатлениями от трейлера, от информации про игру, ждете вы ее, не ждете, какой именно видите новую BG, верите ли в то, что Larian справится, а если не справится, то где именно они могут наошибаться. Напомню, что все комментарии мы читаем и на некоторые отвечаем. А еще подписывайтесь, ставьте лайки, если видео понравилось, это помогает нам раскручивать канал, и до встречи в новых видео. Пока-пока!